Короче, привезли нас в лес, с правой стороны лес, с левой стороны кладбище, где-то тут стоят машины. Сейчас будем смотреть. Бракодилы хреновым краску поотрывали. Получала она в морду и по всей почине она вот так крашит. Цвет не попали. Я прихожу, пацаны, делайте, а сколько денег-то? Ширил, вы что, охерели. Как вот бульдоги сношаются. Жопа здоровая, лицо висит высоко, но ножки короткие, потому что ножки достают до педалей. Китайщины здесь какой-то нет. Она пропаяна полностью вся. Это машина для пунтов. Азиатское говнокачество. Спаленные. Мне не нравится. По подходу я вижу классно. Макароны воняют, которые вы сварили и оставили надолго. Засуньте лицо в машину. Да ты знакомишь, ты знакомишь. Друзья, всем привет. Впервые за всю историю компании 1Авто, а нам уже больше 8 лет, впервые мы осматривали автомобили оптом. Надо сделать легкое пояснение. Пояснение заключается в следующем. Есть компания, которая хочет приобрести себе некоторое количество автомобилей для своего автопарка. Условие следующее. Есть 6 миллионов гривен. Ну, чтобы было понятно, это чуть-чуть больше 220 и почти 230 тысяч долларов. И, ну, я выбирал дорогие машины. Самый дорогой у меня автомобиль это был GELIC 245 вроде бы. Но здесь на эти 200 с чем-то тысяч долларов надо выбрать максимальное количество автомобилей. И вот задача именно максимальное количество автомобилей набрать среди того, что имеется. А еще интереснее эта ситуация усугубляется. Ну, как усугубляется. Становится интересней. С профессиональной точки зрения объясню почему. Надо выбрать не количество, а надо взять качеством. То есть надо выбрать лучшие автомобили среди того, что там представлено. Практически все. Да что практически. Все, кроме одной машины, американские. Вот все. И, естественно, американские машины это все битки. И вот среди этих битков, а что такое Америка, нам рассказывать не нужно. С чем столкнемся, давайте смотреть. За 8 лет первая не совсем стандартная заявка. Сейчас поясню, почему она не стандартная. Надо в услуге Эксперт на день осмотреть 8-9 автомобилей. И необычного то, что все эти автомобили нужно выкупить. И еще самое необычное, что все машины нужно смотреть в одном месте. Ну, по крайней мере, такая исходная информация. Очень необычная. Добрый день. Это вы возле раношки стоите, да? Сейчас подойдем. Андрей. Артур. Пипец, эти дороги утренние, это неожиданно. Николай. Это один из, которые надо смотреть. Относительно парней, которые продают автомобили. Это не совсем перекупы. Ну, то есть, понятное дело, что они покупают автомобили с целью отремонтировать и сделать выгодные, продать. Но, в моем понимании, слово перекуп, это тот человек, который хочет максимально дешевле выдрать автомобиль, при этом обманув человека где-то там в каких-то моментах, чтобы снизить цену, сбить ее искусственно. А эти же парни, они покупают максимально дорогие автомобили в Америке, ремонтируют их и потом перепродают. И вот все отремонтированные автомобили, которые будут появляться в кадре, вот это все ихние автомобили, их рук дело. То есть, это они своими руками это все починили, все это сделали, все это восстановили. И вот мы смотрим, выбираем. Где машины все живут? Сейчас поедем. А на морду была крашена? Да. Ну, тут же же видно, ну, крашен, нету. Она вот так крашена, в цвет не попали. Это же Мазда. Вы же сами понимаете, если занимаетесь. Вон, в цвет не попали, стоит разноцветный вес. Что такое, я, блядь, раз отдал тысяч долларов, потом отдал две тысячи долларов. Ну, собирал, я могу скинуть, ну, скинуть с чего. Окей, навстречаем арночас, тоди. Поехали, да? Да. А молдинг где? На покраске где? Где еще может быть молдинг? Да что-то вы так комплиментами аордрайв засыпаете на покраске. Прекрасив не умею. Друзья, когда на СТО забираете автомобиль, и вам говорят, приезжай завтра, мы доделаем, не ведитесь. Вот на аордрайв я имею влияние, но даже здесь, мне сказали, приезжаю в начале октября и забираю машину 30 сентября, чуть не сказал 31, забираю машину 30 сентября. Говорят, приезжай, послезавтра мы тебе все сделаем. Сейчас уже практически конец октября. Вот только вчера я их заставил снять вот этот молдинг и сделать. И то бракодилы хреновым краску поотрывали. Это мне проще, потому что я пришел и я могу на них надавить, а другим людям не будет так просто. Поэтому, ребят, сразу же на месте, не отъезжая. И то мне обещали, сказали, сделаем. А это я прихожу, пацаны, делайте. А сколько денег дашь? Я говорю, вы что охерели? Ну, в общем-то, вот как-то так. Вот это, кстати, типа самый нормальный автомобиль. Мазда? Да. Ну, это продавец сказал. Ну, такое. Если это самая классная машина, то... Это там на морду надо посмотреть. Да там морду. Я морду не видел. Я увидел только крыло двери. И она крашена. То есть, если она лупленная в морду, то крашена у нее аж две двери сзади. Ну, две двери сзади. Имеется в виду по левой стороне и передняя левая, и передняя правая. Ладно, передняя. У нее, по идее, должна была правая дверь меняться, стойка шпаклеваться, тянуться. Центральная. Ага! Шпаклеваться, тянуться. Хороший контент. Самая хорошая машина со шпаклеванной центральной стойкой. Парень все мокрая левая. Не стоит на месте. Так смотри, мы же уже не можем по нашим стандартам рекомендовать этот автомобиль. Там безопасности нет. Мы же еще не видели безопасность. Ты не понял, у нее стойка, если шпаклеванная, она уже погнутая. У нее нет силовой конструкции самого кокона. Ну, здесь же тоже, насколько она... Может, там только филенка опомятая была, дверью придавила. Не понял, сейчас будем смотреть. А может, ее повело, что крышу подломило. Здесь тоже надо смотреть, какой вот так. Нас везут в лес. Короче, привезли нас в лес. С правой стороны лес, с левой стороны кладбище. И где-то тут стоят машины. Сейчас будем смотреть. Рог, фит. Один, второй, фит. Еще один рог, фит. Чудесно. Тогда, если можно, форда вперед. А там, я думаю, места хватит. Продолжение следует... Форд Раптор. Интересный американский автомобиль. То есть, те, кого преследует гигантомания, типа, Форд F-150, хотя F-150 это та же машина, он просто ниже, меньше, уменьшенная версия, скажем так. Раптор, он высокий, он поднятый. У него другие обшивка стоит. Он, в общем, та же машина. Технически это та же самая машина. Они бывают с моторами 2.7, 3.5, в данном случае 3.5. Я понимаю, что вот со слабых мест, это вот очень часто у них, ну как очень часто, если взять общую массу фордов, то не очень часто. Но страдают у них блоки АБС, страдает у них прошивка, есть там слегкие глюки, и страдает то, что у него мотор всегда в масле. Ну, то есть, я еще фордов... Не, видел форды, которые не облиты маслом, скажем так. Но в основном из-за своей конструкции поддона, который он сделан, оно протекает. И протекает не только с поддона. Ладно. Это нам еще все предстоит выяснить. Едет как бог, это да. Да, но мы меняли цепь на раздатке, ее сняли с производства. Мы охренели ее искать. Так, вроде по зазорчикам везде все хорошо. Но у меня больше вопросов с той стороны. Да, даже вот по вот этим вот частям, вот там надо больше смотреть. Сразу пойдем по частям. Основные вопросы крашены они по стороне, которая левая. На всякий случай, для всяких хейтеров, когда видите три цифры из разряда вот так, через запятую, не нужно кричать о том, что вам машина шпаклеванная, а вы всякую херню рассказываете. А вот теперь меня больше интересуют вот эти проемы. Так, здесь норм. Вот, 99,2 на всякий случай показываю. Хотя иногда кричат, что это 992, и это уже целый миллиметр. Вот. подушка есть, но она восстановленная. Точка заводская, вот здесь вот заводской не прокрас. Вот здесь вот она, вопросы к ней есть. То есть она слегка по наружу. Ну, то есть ударов конкретных каких-то таких, чтобы вся сторона у нее целая. И видно, что она заводская. То есть если заглянуть, если хотите, вот внутри, вот здесь вот есть такие не прокрасы, потом вот здесь вот такая же штука. сейчас можно снять уплотнитель будет с той стороны. Типа не до пыла, да, получается? Да. Вот видите? Да. Это завод? Ну, это чистенькое. Да. Видите? А та не совсем. Плюс вот эта вот штука тоже есть. Это типа робот держит? Да, на этих зажимах оно едет по конвейеру. Так, мизинки от денег. Отстегивали. Наверное, для химчистки. Так, заломов на крыше нету. Такой у него пробег. 74 тысячи километров. Стертый руль. Ford. Это все как и должно быть. Эко-буст работает ровно. Но эту машину надо смотреть снизу по мотору. Блок АБС. Табуреточку бы с моим ростом сюда. Наверное, я встану на камешек. А то маленький вырос. Ну, тут надо быть высоким для того, чтобы осмотреть эту машину. Я помнила, как вот бульдоги сношаются. Так, блок АБС больное место. Я не вижу, чтобы он разбирался. АБС прям очень больно. АБС, включение полного привода. Вот раздатка. Они уже сказали, что цепь о ней поменяли. Вот. Ну, пока сказать, что откровенный срач мне, пока все хорошо. То есть, даже вот пластик аккуратно разбирали. То есть, видно, что его разбирали. Сидение снимали на химчистку. Сделана она очень неплохо. Поясничная поддержка работает. Модуль управления передней двери водителя. На всякий случай сфотографировать. И пошли ее рассматривать, осматривать. Чтение кодов неисправностей. Так, на всякий случай. Работает. Память сидений есть. Стоять, 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 стоять. Да не нервничай так. Это для кого-то маленького. Опустился руль, поднялось сидение. А первый вообще для какого-то здоровенного кабана. Но с короткими ногами. То есть, для тучного дядьки. Потому что оно опустилось максимум. Жопа здоровая. Лицо висит высоко. Но ножки короткие. Потому что ножки достают до педалей. Это я про себя рассказываю. Модуль управления двигателем. Все хорошо. Считать коды. Тут есть очень давно. Это активная жалюзи. А ну-ка, посмотрю на эти активные жалюзи. Ругается, ругается. Ну, в таком полузакрытом они состоянии. Жалюзи активные. Он показывает, что здесь не алло. Вы можете спросить? Не-не, я читаю блоки. Тут же как. Мне не сложно что-то спросить. Тут вопрос заключается. Это спросить, если есть какие-то там сомнения. Тут же вопрос в том, что мне надо человеку рассказать. Так как оно есть как минимум на самом деле. На последней прошивке вынесли. Не, я смотрю, что сделана она, ну, блин, добротно. По сравнению с тем, что мы видим каждый день, тут особых каких-то таких больших вопросов нет. Все, парень, на ухо. Репота с милами. На звезды любоваться. Еще раз нажимаете, она еще дальше уедет. Не туда. Из того, что выявлено на данный момент, это то, что сами жалюзи радиатора, активные заслонки, они не совсем правильно работают. То есть, они не фиксируются в верхнем положении и не фиксируются в нижнем положении. То есть, они не до конца открываются и не до конца закрываются. Это ошибка активная. И, в принципе, пока все. Больше у него активных ошибок нет. К качеству ремонта, как парни сделали, у меня вопросов вообще нет. Красавчики. Сделали очень хорошо, очень аккуратно. Даже практически повторили вот заводскую шагрень. Там минимальное количество шпаклевки и то на кузове. То есть, кузов это отдельная от рамы часть. Отдельная от рамы часть, назовем ее так. И если там будет два слоя стеклопластиковой шпаклевки, ничего страшного в этом нет. Кузов, я имею в виду, это отдельная от кабины штука, которая стоит сзади. То, куда кидают тюки с соломой, то, куда кидают грабли свои фермеры и прочий груз. Сделан кузов просто великолепно, красиво, красота. К раме вопросов нет. Смотрели раму, рама не крашеная, рама не поведенная. Ну, по крайней мере, в том формате, который можно посмотреть без ямы. Сейчас мы собираем все лучшие автомобили в кучку, для того, чтобы их попозже посмотреть сразу же оптом на подъемнике. То есть, подогнать их куда-то там на один подъемник и сразу же все осмотреть. Поэтому, в этот раз мы решили пойти в два этапа. Мы сначала выбираем все, что есть хорошего по наружу и по электрическим частям, если нужно туда, в принципе, смотреть. И все, и потом смотрим на подъемнике. В общем, как-то так. Сначала Ford красавчик. Вопросов к нему нет. Хороший, очень хороший. Мне понравился. Первая машина в лот падает. И если все машины будут ремонтированы по кузову так, как этот Ford, то задача эта будет просто легкая. Нам надо будет констатировать факт того, что эти машины сделаны хорошо. Когда машина сделана хорошо, это видно. Предвкушаю. Но я-то знаю, что не всегда бывает так легко. Но посмотрим. Может быть, в этот раз будет легче. Для друзей-хейтеров могу сказать слово Chevrolet Equinox. Хотя, по факту, это действительно Chevrolet Equinox. Полтора литра у него объем. 2018 года машина. Интересна она тем, что у нее всего лишь 28 тысяч миль пробега. Ее купили дорого. Она больше 5 тысяч стоила. Там 5-100 с чем-то долларов. Оценочная стоимость этой машины. Это как бы дорого. Но и получила она не сильно. Под переднюю правую фару там пришелся удар. Причем такой, что телевизор остался родной у этого автомобиля. В общем, смотрим. Надо будет пересмотреть. Потому что на подушку это не похоже. Ремень защелкивается. А вот это крыломменяная. Крашеная. Капот тоже. Есть повреждения арки и двери. то есть и конь и родное умятинки царапинки мелкие дверь не крашеная проявится вы подкручены трубами стойка включена эта машина для пунктов я же точно так же как и по как и тундра никто на ней там блоки не таскают покупаешь тачку половина которой тебе принципе не нужна вот если смотреть с точки зрения сельского хозяйства вот эта машина в селе в деревне кто как не назовет где-то на каком-то раньше вот эта машина нужна вся туда можно грузить тюки солому всякие там дрова не знаю инструмент какой-то сельскохозяйственный какой-то мини-трактор вывести в польшу в польшу хочу такое говорю в поле поле польша так вот в селе такая машина действительно нужно а вот в городе ну действительно эта машина которая практически всегда будет использоваться даже не на половину а на четверть потому что задние сиденья там хотя и удобные но место там честно говоря маловато несмотря на свои огроменные размеры этого автомобиля все-то радиоторную здесь проводился ремонт сделано все неплохо в америке видишь шайбы такие как в украине используют вот удар был все замерло аж до двигателя правильно наверное добавить еще к этой всей истории чтоб картинка больше складывалась это то что заявка это не моя заявка это андрей андрей попросил для того чтобы ускорить процесс потому что за день посмотреть ну изначально стояла цель посмотреть 9 автомобилей это то что вот нам была поставлена задача и световой день то он начинается с 9 утра и в 18 вечера уже выкали глаз ничего не видно так он попросил чтобы я ему помог мы поехали посмотреть вот эти все автомобили в четыре руки ему проще он видел всю историю этих автомобилей я же не видел ни одной этой машины что с ними было сделано неплохо все по подкрашивали лишь по рихтовали по подкрашивали плюс-минус по выставляли и столько по зазору вот поэтому фигня получается потому что если но его делали вон загляни туда он видишь герметик чуть-чуть стукано рихтована он где я свечу она делана стакан целый изнутри я его осмотрел то есть со стороны колеса сверху все осмотрел аппарат адекватен капот поменяли крыло поменяли фару поменяли и стекло вот это 15 года стоит но оригинальность разборки китащины здесь какой-то нет ну кроме вот этой решетки она прямо прямо китай кассеты радиатором новые стоят неплохой как ни странно красный chevrolet сделан тоже сравнительно очень даже неплохо он везде по металлическим частям везде стоит зазоре все собрано с оригинала все классно все интересно решетка не оригинальная но в общем машина достойное внимание поэтому она тоже падает в лот мазда эта машина которая для нас позиционируется как самая классная машина вот среди всего лота самая хорошая но предварительно мы видим что там косяков по него просто пипец и если эта машина самая классная я представляю что там будет дальше хотя ценность этого автомобиля возможно для них в том что эта машина 19 года и покупалась она с пробегом до 1000 миль там что-то 930 или что-то такое миль был у нее пробег на момента дтп говорят самое классное по факту сейчас посмотрим мазда 6 19 год здесь мы имеем неровные зазоры фара chrome вот этот бампер здесь вот полировали чуть-чуть протерли лак фара вся запотевшая очень сильно она вот спаяна она пропаяна полностью вся здесь вот шпаклевки немного есть пытались спрятать свою пайку на она облезла капот крученный и верхней точке в нижней точке это фара тоже паян и вот шпаклевка по пайке которую прятали она потрескалась крыло это тоже все крутилась ремешок генератора он уже доходит в левая его сторона уже ворсистая не лучшего качества зазор везде все оплевана постой от полироли предварительно нам сказали что это самый лучший автомобиль потому что личный вот подкрылок люди добрые несчастный подкрылок за 500 гривен паять верхняя часть торпеды меня на меня на не в перфорации не здесь не здесь не здесь она не перешита на меня на азиатское говно качество антифриза он там наверно ты его не увидишь на камеру очень много было когда-то испарился это же антифриз ему плотность позволяет испаряться в двигателе получал она в морду и по всей бочине неправильно заведенный шланг ланджер он был немного кривой смотри вот отсюда сверху вот он пузатый раз видишь и вот отсюда он видно где его принципе стучали вот там равняли и вон сзади где я сейчас свяжу свечу он пузатый то есть там тоже были ремонтные работы это случилось из-за того что вот этот ланджер он когда был удар он прилетел об двигатель соответственно и он видишь болты генератора кручены генератор сейчас можно подать и даже посмотрите наверно не от нее стоит если ему нормально прилетела генератор 17 года радиаторы новые соответственно смотрел крышку здесь просто наверно уровня антифриза не налили воздушная пробка ушла и все двигатель чистенький разноцветные пружинки видно ну в смысле одна зеленая одна синяя это так и должно быть а то начнут комментарии писать что спаленные здесь влаги в моторе нет мы за ней ехали она не дымит не коптит ничего тнвд сухой sky active очень неплохие и очень экономные двигателя если он еще не конченый ниссан рок который был к осмотру для нас он имел самую такую большую ценность по предварительно осмотренному вин коду автомобиля который мы вытянули через интернет значит там по предварительным данным был поврежден только капот сверху чуть-чуть задран бампер он стоял целый внизу и слегка поцарапано крылышко и все то есть эта машина получила меньше всего повреждений рок 18 год значит бампер не в цвет капот тоже не все это как будто просто с другого автомобиля здесь зазор плюс минус норм кроме того что фара торчит здесь зазор уже увеличенный здесь этого ракурса видно что капот другого цвета не кручена камера не крашеная крашеная шпаклевочка украшена по ребру это плохо работает и плохо стягивается семнадцатый год это не от нее ремень дверь крученая штора есть скотчем смотана наверняка восстановлены так по компьютеру можно посмотреть стекло ее стекло ее торпеда верхняя часть тоже милины почему потому что не в цвет это темно-серый это просто серый стоит с другого автомобиля вот селектор вот так я думаю будет видно два разных цвета есть близ датчики карта не совсем прилегает плотно две двери крашена вот это крыло плюс капот отличается цветом бампер отличается цветом здесь гайки не крученые ну крыло крученые там вообще другой болт и это дверь крученая здесь с вмененными телевизорами заклепки переклепанные с болгаркой спилили герметиком намазали болты крученые подкрашенные какой-то краской щиточки щиточки так крыло видно что смещено вообще не на месте самый херовый мотор 2 литра в смысле он дохлый да там и не едет и ломучие ну как уравщик я вот тресатор да а здесь же вариатор да вариатор фара паян корпус крашеный крашеный с баллончика здесь корпус не крашеный здесь вкладки усилитель подломан это крыло двадцатого года родное радиатор свеженький чистенький ну такое это среднее такое мне не нравится обычно когда мы едем на осмотр автомобиля мы достаем всю информацию про машину но здесь их было 8 или 9 и доставать кучу платных отчетов с учетом того что мы все равно все эти машины увидим в одном месте и задача то у нас стояла собрать предварительно то что мило нашему глазу а потом уже будем осматривать их детально поэтому платных отчетов не брали к чему это все рассказываю вот если по этому автомобилю вытянуть платный отчет то наверняка было бы видно что у него было еще одно дтп до того как продали автомобили вгашена эта машина была в правую сторону и ремонтирована она была в америке а не здесь вот кстати сделана она не очень наши парни сделали бы лучше следующий nissan он хуже он имеет сильнее повреждения он имеет больше пробег он имеет меньше остаточную стоимость то есть по всем входящим данным эта машина хуже но делать нечего машина уже есть рядом вот она этот лот стоит поэтому мы его смотрим ну уже скажем так паровозом за то что скидывали аккумулятор не поудаляли кучу ошибок здесь светится их пипец по датчикам все пройдем дальше здесь не снимали 51 проем целый сейчас мы тебя закроем не кричит эта машина сделана очень неплохо по крайней мере визуально по запаху такой запаху как будто бы я не знаю эффект такого не очень чистого салона назовем это так мягко чтобы не ругаться но салон плюс минус чистый но запах все равно какой-то такой некой застоявшийся еды что по дате ремня двадцать семнадцатого года двадцать пятого числа четвертого месяца 27 на 4 25 и он работает почему работает что это что это между батарейки села на камеры поэтому я уже телефон включил александр добрый день тут срабатывает но 4 26 17 класс проем не крашен в принципе 59 37 87 87 проем здесь не крашен и что это за такие наплывы на это сколы краски и такое исключение что красный грунт куда под лаком потому что это задерт это в середине красного грунта не помню что я видел красного грунта я умею отличить красный грунт от красного кузова автомобиля предыдущего это на случай если хейтеры на хотят на хотят пусть на хотят захотят написать о того что смотри внимательно и там же бочину в варили друзья все там нормально с бочиной это просто красный грунт хотя я раньше такого не видел двери также не вижу чтобы они красились но покажу 88 87 ну такое в общем внизу зазор чуть-чуть практически в упор здесь же вверху чуть выше видно что стойки не красились стойки не крашеные стойки до стойки у нас не крашены не у нас у них пока еще вот здесь также крыло заходила на двери но в общем по тактильным ощущениям сделано очень неплохо лобовое меня на фу я у фу я у это китай но из разряда очень хороших а вы их просто продаете ли вы их делаете ну я к тому что редко видно что машины сделаны нормально потому что иногда приезжаешь они такие косые кривые по подходу я вижу классно да видно моменты но их особо никто не скрывает иногда там глаза прячут за замазывают закрашивать за полировать здесь же нет то есть вот делали вот эти вещи но и по почерку видно что сделано как бы неплохо можете взять мой номер и если есть там ну что вот даже да видно что но мы машины не продаем их только выбираем но люди очень часто звонят говорят где чего сделать так для акта фиксирую 128 76 здесь я так понял подушка уже другая стоит да ну смысле она здесь есть просто видно что разбирали до времени завернутый а вот поднимается он сам опускаем медленно но поднимается сиденье и под до подъезженной но сказать что она какое-то такое очень сильно мрачные заезженные то не так поддержка поясничная работает сиденье так вверх-вниз сразу параллельно подпишись подушками что новости но физически надо посмотреть откликов нету ошибкам у нее здесь они все активных нету все в памяти из-за того что я так понимаю сдергивали аккумулятор и если плохо запчасти стоят вот с той стороны плюс-минус все нормально собрано практически по зазорам засуньте лицом в машину вы все еще как будто бы вы знаете там вот я даже не знаю как сказать вот это тест на ковиде совсем ходить москве просто поставил лабораторию за хера вам просто дети догонять когда там вот бывает что-то там забывают а сплять особенно как вот макароны воняют которые вот сварили оставили на долго это пипец мы недавно приехали и типа стоит такая пасочка и хозяин ой что это такое как открыл бы я чуть не блеванула там аж уже аж покрылась да так 39 поэтому может быть у меня на фоне этого что это еда но так а так конечно же так 65 здесь . есть герметик на месте тут точно также . есть герметик видно каких-то искажений нету ну да тут разбирали да видно что он окрашенный вот сейчас попробую поймать здесь вот такие кратеры вогнутый вот мусор попал пылинка здесь тоже видно грани за зализовались тоже видно что снималась плюс здесь вот видно что он доходил вот аж до отсюда во задняя часть где-то он снизу наверно был притерт и так а шуму внизу не к ну здесь днище у него целенькая сказать что оно все чистенько такого чтоб срача откровенного из было я пока не вижу да ровно ремонта не вижу кстати интересная тема вот здесь вот на nissan можно увеличивать объем багажного отсека вот так вот не попал вот так грубо говоря он становится в полку и багажного места меньше зато здесь большая ниша а можно сделать хопа и он сразу на несколько сантиметров ну как несколько на добрый десяток сантиметров становится ниже таким образом внизу в нише уменьшается место под что-либо запрятать под всякие нычки а сверху конечно увеличивается и шумку на место поставить есть замок багажника не снимался по 90 так 92 крыша 94 здесь 98 в проемах фиксирую что тут тоже все нормально 50 болты не открывались здесь ничего не отнимались поэтому предполагаем что это с завода вопросов каких-либо нет вот под под царапинами грунт вижу петли также не снимались вот эта штука не откручивалась заводской не прокрас есть с той стороны будет такой же плюс . везде идет хорошая родная следов покраски я не вижу это это друзья мусорцы завода так сейчас делают красота страшную часть и вот пробочка ушла в страну потерянных вещей фары это такие достались или их перепаковывали фары ну и к тому же они такие фары я понял лучше я не вижу чтобы они были переделаны просто помню карфакс помнишь и телевизор точно ну фара я думаю не она по и на фара по и на и поэтому может быть и и но чтобы вот так вот завода как минимум но не потеет но не потеет да это крашено и хорошо радиатор здесь стоит новенький замок здесь стоит новенький это все естественно откручивалась вот тоже видно что видно что тут крепление целое показываю вот здесь вот оно целое вот так выглядит склеено и вот это кстати еще хорошо склеена так по лонжероном что у нас по лонжерону ну внешний он следов рихтовки я не вижу впереди по площадке площадка чуть неровная но сделанная так вот так очень даже ничего здесь сидела после рихтовки они красились по крайней мере крепление хотя бы все на месте по проводке 17 на 4 11 по ремням она 25 ну совсем чуть-чуть она не в зазорах а так а так везде можно сказать даже даже красота меняли стекло вот криво чуть-чуть уплотнитель висит она как его не в середине заменили как его заменили в середине клей не вылазит уже хорошо с той стороны тоже не вылазит шина он освежился капот бампер и крыло все мы я не красивого цвета а я капот вообще другого цвета да у него двери передние оба крыла окручены и вот это все крашено но не у нас да в америке может в америке может это это может красиво черный nissan оказался намного живее нежели красный nissan хотя красный по картинкам смотрелся вообще на перфект настолько хороший был но как оказалось немножко все наоборот есть там моменты стекло чуть-чуть неправильно приклеена пара ломаная было но аккуратно склеены поставили в общем сделан неплохо и поэтому этот автомобиль также попадает в этот лоб друзья статистика вещь упрямая статистика говорит о том что длинное видео никто не смотрит даже если бы в этот выпуск мы засунули все 9 автомобилей то все равно видео не получилось бы полным объемом потому что от машин было намного больше чем 9 и естественно будет следующий выпуск второй выпуск он будет более интересным более содержательным назовем его так чтобы не ругаться спасибо что досмотрели это видео до конца но с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока пока